Всем привет! Сегодня мы будем делать упрочнение 2, 3, 11. Давайте приступим. Сегодня мы будем узнавать, что такое DR и BDR, и учиться с ними работать. Давайте приступим. Вот наше задание. Я его закрепила, чтобы оно никуда не терялось. И первым делом нам нужно на каждом из устройств ввести команду show ip ospf neighbor. Но в этом задании мы не можем вставлять скопированные команды, поэтому нужно прописать все вручную. Show ip ospf neighbor. Готово. Вот мы получаем вот такой вот вывод. Он точно такой же, как у нас вот здесь. Если вы введете show ip ospf neighbor на устройствах RB и RC, то у вас будет вот такой же вывод, как здесь. Вам нужно внимательно посмотреть на вот эти вопросы и ответить на них, имея вот эту информацию. Тут все очень просто и очевидно. Думаю, вы справитесь. Дальше. Нам нужно включить ip ospf agency debugging. Давайте это сделаем. Первый это у нас RB, например. Командная строка. Enable. И здесь вводим команду debug, ip ospf и сокращение от agency. Готово. И у нас есть информация о том, что debugging on. Далее командная строка. Enable. Также debug. IP ospf. Add to you. Готово. И у нас также ospf agency events debugging is on. Окей. Дальше мы отключаем кгбит интернет 0.0. И смотрим, что у нас будет происходить вот в этих двух устройствах. Давайте их закрепим как-то вот так. И посмотрим сразу, что там будет происходить. И вот так. Секунду. Тоже топ. Открываем RC. Тоже закреплю вверху. И введу здесь команду show, ой, не show, а ip ospf neighbor, как я думал. Enable. Conf t. Готово. Здесь вводим команду interface g0.0. Shutdown. Готово. Если вы посмотрите на антологию, у нас пропало одно соединение. Теперь ждем вывода от наших устройств. RB и RA. Давайте я нажму кнопку Capture Forward. Вот. Мы получили вот такой вот алярм о том, что у нас не работает одно из соединений. Можете внимательно его пересмотреть. Вот оно. Давайте теперь включим обратно наш интерфейс. Для этого интерфейс g0.0.0. No shutdown. Готово. И теперь, если опять нажать на Capture Forward, мы опять получим много информации, которую нужно тоже внимательно пересмотреть, потому что нужно будет ответить на вопросы. Готово. Дальше нам нужно... Что нам нужно? Мы восстановили соединение. Нам нужно отключить гибит интернет 0.0 на интерфейсе RB. Вот здесь enable conft int g0.0.0. Shutdown. Готово. И мы после этого получили много-много информации о том, что у нас VSPF выдает ошибки. Дальше. Что нам нужно сделать? Также восстановить соединение. No shutdown. И опять-таки мы получаем информацию о том, что все восстановилось. Что у нас дальше? Нам нужно написать команду undebuck all, чтобы отключить постоянный вывод предупреждений о наших устройствах. и на RA тоже команда undebuck all. Готово. Что у нас дальше? Нужно прописать приоритетность нашего OSPF. Итак, дальше. Для этого первое давайте откроем RA. Командная строка. Enable. Здесь интерфейс g0.0. Conft. Интерфейс. Нужно прописать вручную. Int g0.0. Далее IP. OSPF. Priority. 200. Готово. То же самое повторяем на следующих устройствах. RC. Давайте откроем. Секунду. RC. Exit. Int g0.0. IP. OSPF. Priority. И у RC у нас 1. Это дефолтный приоритет. Но мы ее также настраиваем. И у RB. И enable conft int int g0.0. IP. OSPF. Priority. 100. Вот. Таким образом мы настроили приоритетность. Далее вам осталось всего лишь проверить DR и BDR, чтобы они были успешными. И все работало. А на этом все. И всем пока. До сих пор. До сих cô疏.